Приветствую вас! Прежде чем ответить вам на вопрос, который вы задаете, мне бы хотелось, чтобы вы подумали немножечко об одной вещи. Вы пишите, значит, так, виню кого угодно, только не себя в конце. Судьбу. Так, давайте сразу так. Вы что подразумеваете под судьбой? Ну вот, просто, если можно, если это можно, просто скажите, что вы подразумеваете под судьбой. Мне бы очень хотелось, чтобы вы это сказали. Что вы подразумеваете под судьбой? Значит, это первое, да? Это первый момент. Значит, что вы понимаете под судьбой и как, по вашему мнению, судьба вообще влияет на человека? Дальше. Вы пишите, значит, своего бывшего психолога, у которого была много лет назад. Значит, вы были у психолога, работали психологом по своей проблеме. Ну, видимо, у вас не получилось ничего, да? Раз вы по-прежнему испытываете трудности. Значит, давайте попробуем тогда подумать. Значит, а вот вы, если вы вините психолога, то в чем, в чем вы обвиняете психолога? В чем он, по вашему мнению, виноват? Значит, это вот первое. Да? То есть, точнее, даже, наверное, не первое уже, а, наверное, второе. Первое это было про судьбу. Дальше. Вы пишите, значит, так, родителей. Да, причем, что у психолога вы были много лет назад, но вы до сих пор помните какие-то вещи, связанные с ним психолог. И, видимо, вас это по-прежнему тревожит, видимо, вас это по-прежнему напрягает. Значит, осталось что-то непроработанное, видимо, у вас с психологом связано. Тут тоже нужно, нужно понять, какие у вас обидены психолога на вашу, чем они связаны вообще. Далее. Вы говорите, что, значит, родители. Родители ваши. Значит, вы обвиняете родителей. Смотрите, какая, получается, интересная ситуация. Если вы обвиняете родителей своих, ну, в чем-то, да, в каких-то проблемах, значит, в каких-то своих трудностях и так далее, то, соответственно, вы считаете, что они, ваши родители, ну, наверное, должны были от этих трудностей вас избавить, скорее всего. То есть в глубине души вы требуете от них того, чего они вам дать не могут, скорее всего. Ну, у вас же на них обида, а обиды, как правило, связаны именно с этим. То есть наиболее актуальны, наиболее актуальны обиды. Тогда, когда человек требует от другого того, чего тот дать не может. Ну, вот, в вашем случае, как это видится мне, значит, в вашем случае ситуация именно такова. Вы требуете от родителей того, что они вам дать не могут. И, соответственно, вы убедены в том, что они должны вам это. Вы убедены в том, что родители должны вам что-то. Вы убедены, что родители могут вам дать то, что вы хотите. Ну, а теперь я предлагаю вам подумать, так ли это. То есть, действительно ли родители могут дать вам то, что вы хотите. Действительно ли у них есть эта возможность. Вот, значит, я рекомендую вам об этом подумать. То есть, подумать не о своих желаниях, не о своих потребностях, да? А именно о том, могут ли родители дать вам то, что вы хотите. Могут ли, если у них такая возможность. Была ли? И откуда вы знаете, что она у них была? Это возможность. Дальше. Значит так. Трудное детство. Ну, трудное детство это, в принципе, в ту же копилку. К родителям. Друзей. Здесь интересно. В чем виноваты ваши друзья? Ну, просто подумайте об этом. В чем, по-воему, виноваты ваши друзья? В чем они виноваты? И действительно ли они виноваты в том, что с вами произошло? Значит, вы спрашиваете о том, почему так? Почему вы все время переносите ответственность на других, а сами ответственность обратно на себя боитесь? Вы спрашиваете, с чем это связано? И я думаю, что ответ мой вам будет такой. Так что вы не можете взять на себя ответственность, потому что тогда придется признать, что это ваши ошибки. Придется признать, что это вы ошиблись. Ну, в чем-либо, неважно, неважно, в чем конкретно, в чем-либо. Это вы ошиблись. Вам придется это признать в том, что то, что вы ошиблись. И это означает, что у вас есть то, над чем нужно работать, то есть есть несовершенство определенное. Вы боитесь признать, что это именно ваши ошибки, потому что в этом случае вы будете вынудены признать, что у вас не все в порядке, что нужно работать над собой. А это означает трудно, это означает тяжело, это означает длительно, это означает, что обвинение людей, которые, ну, вот, значит, на вас или претензии людей, которые были к вам обречены, а не правомерные. Это означает, что вы, значит, действительно, там, совершали какие-то неправильные вещи, а у вас на этой, из-за этого будет очень сильное чувство вины. То есть вы знаете, что у вас будет сильное чувство вины, и от этого чувства вины пытаетесь избежать, потому что оно у вас, ну, оно у вас может появиться. То есть вы склонны к тому, чтобы себя винить. Вы и так себя винить, в принципе. Вот. А так вы будете винить себя еще больше, вы это знаете, и психика вас таким образом защищает. защищает вас именно от чувства вины, в котором вы не знаете, что делать, в котором вы не знаете, как совладать, скорее всего. И именно из-за этого, из-за того, что вы не знаете, как совладать вам с чувством вины, что с кем делать, вы от него бежите. И по-видимому, по-видимому, конечно, это лучше всего выяснять, но по-видимому, вы вынесли это из модели поведения своих родителей. То есть ваши родители не признавали свои ошибки, не признавали свои какие-то неправильные модели поведения, и вы также не в силах признать какие-то ошибки за собой. Соответственно, родители не имели критического мышления, и вы, соответственно, тоже критического мышления не имеете. Родители не готовы были брать на себя ответственность, ну и вы тоже ответственность брать не готовы. Соответственно, это у вас родительский сценарий. И именно с родительского сценария и нужно начинать. Далее, значит, родители, скорее всего, не уважали ваши личные границы. Вы пишите, что у вас было трудное детство, и совершенно очевидно, что родители ваше личное пространство не уважали, не ценили. И не относились к вам как к самодостаточной личности, скорее всего. Конечно, я не могу этого утверждать прямо на 100%, но то, что это так и есть определенный процент этого, ну это скорее всего. Это скорее всего. Соответственно, разграничение ответственности своей и ответственности других, это важный момент, о котором и на который, на тему которым с вами нужно поработать. Естественно. Потому что границы ответственности, границы ответственности, ну например, ваши, должны быть четкими, должны быть абсолютно прозрачными, должны быть четко разграниченными. Да, то есть, чтобы вот вы знали, что вот есть ответственность, значит, моя, есть ответственность, значит, другого человека и так далее. То есть, вам необходимо знать, где ваши границы ответственности, где границы ответственности другого человека. Чтобы не было никаких проблем с этим, чтобы вы понимали, за что вы отвечаете и за что, значит, отвечают другие люди. Это, повторюсь, повторюсь, справедливо. Это, повторюсь, верно. Это, повторюсь, правильно. И это, повторюсь, адекватно для вас. Вот. Значит, скорее всего, родители, так же, как и вы, могли как-то вот посчитать, что они знают лучше. Что вам нужно. И никогда не признавали своих ошибок. Ну и первое, с чего вам стоит начать, это с того, чтобы попытаться понять, что означает для человека, что означает для человека, признание ошибок. Вот, серьезно. Что, что для человека, обнажает признание своих ошибок. Я бы очень, очень хотел, чтобы вы об этом подумали. Я бы очень хотел, чтобы вы на эту тему как сервис поразмыслили, потому что это очень важный момент. Правда. Это очень важный момент. Для родителей, например. Что значит признать свою ошибку для ваших родителей? Вы же говорите, что вот, ну, вы же имеете своих родителей, значит, они ошибались в чем-то. Если они в чем-то ошибались, значит, они же что-то делали неправильно. Но они же, скорее всего, не в силах признать то, что они что-то делали не так, верно? А у вас-то на них обида, у вас-то на них, скорее всего, всего, значит, обида, агрессия, вот это, вот то, что вы чувствуете. Вот, соответственно, и нужно постараться вам подумать, что ли все-таки надо принять свои ошибки для человека, ну, скажем так, немолодого. Попробуйте. С этого вам нужно начать. Ну, а дальше, дальше, дальше уже будет видно. Дальше уже будет более понятно, в каком направлении с вами двигаться. То есть либо работа со страком, то есть вот что будет. Вы же понимаете, да, что вы не самой ответственности боитесь. Вы же понимаете, что вы боитесь того, что за этой ответственностью, значит, для вас следует. То есть страшна-то не сама ответственность. Страшна не ответственность, как таковая, а сама по себе. Страшна-то, по большому счету, немножко другое. Страшна-то именно, страстна именно, именно то, что за ответственностью. Вот что сразу. Понимаете? Поэтому я думаю, что именно об этом вам нужно подумать. Ну и попробуйте представиться по себе, что вот вы взяли на себя ответственность, например, ну, допустим, за вопрос или иной выбор. Да, вот, например, выбор мужчины, который наградил вас неприятной болезнью. Значит, представьте себе, что вы взяли на себя ответственность за этот выбор. Что это значит? Вы знаете, что вы неправильно поступили. Так. Представьте, что вы неправильно поступили. Ну, просто вот признаем, да, признаем на секунду, что вы неправильно поступили. Что это отношение для вас? Что у вас, а, недостаточно опыта для принятия решений. Значит, б, что вы руководствовались, ну, чем-то неправильным. Вот. Чем-то неправильным вы руководствовались при принятии решений. То есть, те ценности, те идеи, те установки, которыми вы руководствовались при выборе, например, мужчины, были неверны. Они были неверными. Они были неправильными. Они были ложными. А это значит, что вы ошибочно выбрали свой путь. Как это значит, что вам нужно его менять? Но вы не думаете, что вы сможете его поменять. Потому что вы не уверены в себе. Вы не доверяете себе. Причина недоверия себе в том, что вы не верите, что ваши взгляды и установки могут быть истинными и могут иметь право на существование. Почему? Потому что либо вы не принимаете себя до конца, либо, значит, вы просто-напросто постоянно находитесь в таком, знаете, чем в состоянии борьбы с аналогичными мотивами, с аналогичными взглядами, с аналогичными членами, с аналогичными целями других людей. Например, своих родителей. Ну, например, это только пример, конечно. Это совершенно необязательно, что это что-то одно. Но то, что он и что-то из этого, это факт. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ну, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, удачи и выбирайте психолога. Если хотите избавиться от своей проблемы, вряд ли вы сами с этим справитесь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok